Ну если какая-то критика, то она потом, и сейчас мне правда хочется понять. По поводу разделения натурализма и трансцендентализма. Я просто действительно не понял, это не критика, я не понял, зачем это различие введено, как оно помогает и что за ним скрывается. Потому что, ну, по поводу каноничной или неканоничной использования термина, мне кажется, это лишние извинения, даны свои определения, все нормально, неважно. А вот я просто правда не понял, что скрывается за этой дистинцией. Потому что, как я понял, то есть вот вводятся две каких-то позиции, но они вводятся так, как будто бы между ними есть какое-то противостояние, как будто есть какое-то противоречие. Но дальше, когда я пытаюсь понять, в чем оно состоит, я не нахожу противоречия. Потому что натурализм и трансцендентализм в том, в чем они сходны, в том, в чем они пересекаются, как мне показалось, они ни в чем друг другу не противоречат. А трансцендентализм просто утверждает существование еще чего-то, что натурализм просто игнорирует. И в данном случае, опять же, противоречия не возникает. То есть я попробую это на каком-то банальном примере. То есть возьмем там каких-нибудь двух физиков-теоретиков, там Васю и Петю. Вот они занимают своим опытом, теоретической физикой. У них одни и те же подходы к обоснованию каких-то гипотез, одни и те же. Но при этом, вот если Вася просто занимается физикой, то есть Пете почему-то еще важно, чтобы вот его теории были, допустим, красивые. Вот. Вася совершенно не важна такая характеристика, как красота теории. А Пете важна. Но вот там, где они занимаются чем-то общим, обоснованием, вот тем, которое принято, вот они во всем согласны между собой. А когда речь заходит о красоте теорий, они тоже не будут спорить друг с другом, потому что то, что для Пети важна, вот эта красота теории, для Васи просто абсолютно бессмысленно, нерелевантно. Он об этом ничего не может сказать. И поэтому вот здесь не может возникнуть противоречия или какого-то противостояния. Где может возникнуть противоречие? Противоречие может возникнуть только при одном единственном сценарии, как я это вижу. Когда Петя придет к Васе и скажет, Вася, ты не настоящий ученый, потому что ты не учитываешь красоту теории. Вот тогда, когда он его обвинит в том, что он какой-то неполноценный, вот тут Вася возмутится. Вася ответное обвинение Пете предъявить не может, потому что с точки зрения Вася, Петя делает все то же самое, все делает нормально. То есть вот, если это действительно какие-то конфликтные категории, какие-то конфликтные точки зрения, то я вижу единственную почву для конфликта, это когда те, у кого двойное мировоззрение, начинают обвинять тех, у кого одно в неполноценности. Я правильно понял или я просто что-то не понял? Ну и сейчас немножко, мне кажется, два вопроса вы задали. Один такой больше, опять же, технически по тексту, а второй чуть больше. Значит, почему в текст вводится, здесь действительно, как у меня кульпа, я недостаточно четко прояснила, зачем нужно было это разделение вносить, нужно было прям прописать. Конкретно для этого текста разделение нужно было потому, что мне кажется, что и у Виттгенштейна, и у любого другого, склоняющегося к натурализму, вот, и мне кажется, что вот, ну как бы, вот Виттгенштейн неудачно использовал словечко бессмысленное, там, где нужно было бы использовать в русском языке, просто нет слова, ну не означенное, потому что оно странно и плохо звучит, а в английском есть милинглесс. То есть вот, если бы у него совсем не было никакой примеси натурализма, она такое ощущение, что как-то прокралась. Если бы не было, тогда он не стал бы называть бессмысленными, читая непонятными, те конструкции, которые мне кажутся осмысленными и понятными. Но из-за того, что у него все-таки была примесь натурализма, то есть была ставка сделана все-таки только на значение, понятно то, что может быть либо показано, либо определено, а все остальное, это посылка натурализма, мне кажется, то вот из-за этого получилась эта ошибка, ну или погрешность, неточность, когда он то, что не имеет значения, но все-таки понятно, тоже назвал непонятным. Вот, а вот касательно вот этого вашего большого вопроса, в каких отношениях состоят, и там есть ли конфликт, или враждебность, натурализма и тронстантализма, вот может быть слово противоречие в меньшей степени подходит, а противодействие, мне кажется, подходит. Мне кажется, здесь есть разница небольшая между, ну потому что противоречие, это вот я говорю «а», а ты говоришь «не а». Может быть, в таких отношениях они не состоят, но в противодействии точно состоят, и противодействие вот в чем. Критерий – полнота картины мира, или полнота описания, скорее так. Натуралисты считают, что если они дадут всю номенклатуру сущего, то есть, грубо говоря, если научное знание вот в этой семантике отсрочки, там, ученый как живет сегодня, не знаю, но завтра узнаю, но, в принципе, он вдохновляется идеей некого всегда отсроченного, но не значит, недостижимого будущего, где весь мир, как картотека в состоянии событий и явлений будет законченным образом описано. И вот если брать этот идеальный случай, когда ученый все описал и запротоколировал, то, в принципе, если ученого спросить, как ты считаешь, ты полностью описал мир? Ученый, скорее всего, скажет «да». А вот трансцендентаризм вот в этот момент приходит со своей вредной ремаркой в духе бабы Льга против и говорит, что нет, подобное описание мира не является полным описанием мира. Потому что, значит, вот как бы ты не описал вот эти структурные элементы и добавляет, что он это не расстраиваясь, их описать, в принципе, невозможно, просто это учитывая, а ты, похоже, что не учитываешь. А это вот как бы в теоретическом ключе, да? То есть, ну, как бы, астронисталист говорит, что есть что-то еще. А если совсем, например, даже в прикладном, на уровне выдачи грантов исследовательским институтам и группам, то здесь вообще очень показательно, потому что натуралист говорит, вот я, например, там занимаюсь, наша лаборатория занимается языком, и если не мы, то наши ученики и последователи когда-нибудь объяснят возникновение языка, генеалогию языка, или там философии сознания, пример, там сейчас мы не понимаем, каким образом мозг связан с сознанием, но когда-нибудь точно поймем. Здесь ставки более чем конкретные, вообще говорят, слишком высокие. Вот, и тут, вот тут противодействие уже очень четкое на уровне выделения или невыделения финансирования, потому что трансценденталист выступает таким вот неприятным скептиком, с кем никто не хочет иметь дело, и говорит, что можно здесь и сейчас, опять же, не на языке фактов, которые всегда ждут, пока они будут открыты, а на языке логических аргументов, которые вне временные, предположительно, можно обосновать, что ряд вопросов по определению не может иметь решения, не потому что вот там техника плохая или чего-то не хватает, а системно это, да, это есть вопрос, который всегда будет выпадать из поля зрения, в силу организации реальности. И доказывает это, потому что по трансцендентализму, в рамках трансцендентализма реальность устроена так, что любые условия формирования некоторой данности не являются частью самой данности. То есть, как, грубо говоря, камеру познания мы не будем разворачивать в этой реальности, угол, который занимается камерой, всегда будет системно выпадать. Так устроена реальность. Вот натурализм этого не видит. Натуралист рисует себя, как у, это удачно сказано, у Нагеля в его книжке «View from nowhere». То есть классическая, позитивистская, натуралистская и сиентистская картина мира, она неким таким наивно-продуктивным, продуктивным, потому что в силу этой наивности наука и становится возможной, она не оговаривает, а где наблюдатель. У нее наблюдатель всегда непонятно где. А трансцендентализм просто очень хорошо знает, где наблюдатель, и говорит, что ты изучай все, что ты видишь, ради Бога. Все спокойно изучает. Ты обречен на успех, если изучаешь то, что перед тобой. Но если хочется изучить самого наблюдателя, а наблюдатель, опять же, это не обязательно антропоморфный субъект, как в классической философии, это может быть язык, это может быть что еще, это может быть логика, это может быть, по большому счету, любая система, которая задействована в формировании некой картины. То есть вот как только ты будешь доходить до этих пределов, как только любая написанная программа, работая, успешно обрабатывая данные, которые туда загружаются, будут подходить к уровню самой этой программы, здесь всегда будет возникать системный ступор. Ну, как бы, вот, как бы, мета-языковая такая ситуация. Ситуация мета-языкового парадокса, если угодно. Вот. Вот здесь противостояние. А все-таки, вот, может ли быть какая-то претензия у натуралистов к трансценденталистам, у натурализма к трансцендентализму? Ну, кроме того, что трансценденталистам мешают не получать жанг, не грейничать, если что мы уже себе думаем. А к самому трансцендентализму как-то содержательно сформулирована какая-то претензия? — У натуралистов трансцендентализма? — Может быть, наверное. Вы сами с этого начали вчера, про бритву окому сказав. Общая претензия, что докажи, пожалуйста, что есть эти предпосылки. — Это достаточно трудно доказать. Если ты уже занял натуралистическую позицию, то аргумент, конечно, немножечко грешит, потому что, естественно, там статалист скажет, что по определению изнутри проявленного, как я тебе могу показать системные требования, структурные требования изнутри того, что с помощью этих системных требований уже сделано. — Поэтому аргумент не вполне законный, но претензия как претензия такого рода, что, во-первых, бремя доказательства лежит на трансценденталистах, нужно доказывать, что мир не ограничивается наблюдаемым, это еще нужно обосновать. И это, как правило, всегда, как мне кажется, философский способ обоснования, поэтому он достаточно трудоемок для любых других контекстов, которые вот с какими-то техниками умственными незнакомы, может быть. Ну, просто дело в том, что просто, ну, просто именно незнакомы, они немного контринтуитивны и противоестественны. Вот, то есть бремя ответственности и избыточное усложнение. — У меня первый вопрос был, в общем-то, сильно пересекающий с вопросом Павла, я просто поэтому уточню ту часть, которую не затронули. Я хотел вот чисто тоже вопрос на понимание, вот в этом соотношении трансцендентального подхода или точки зрения и натурализма метафизика как соотносится с трансценденталистской парадигмой, то есть она в нее полностью включена или какие здесь еще вообще могут быть варианты? То есть, и тогда еще один вопрос, почему выбрано именно такое разделение, я понимаю, просто хочу это прояснить, то есть здесь связанность это с приматом эпистемологического подхода, поэтому трансцендентализм, а не метафизическое, скажем так, называется. Вот это первый момент. А, собственно, основной вопрос вот насчет смысла, то есть то, что имеет смысл, но не имеет значения, здесь речь идет о том, что значение, не установлена связь со значением, или этого значения нет и в принципе быть не может, или оно нам не может быть в принципе известно, то есть или этот вопрос вообще опять же не рассматривается. Вот, и как бы в каком смысле используется слово указание, то есть когда мы говорим о значении, речь идет о том, что мы можем указать. Вот вы говорите, что, например, в случае с какими-то утверждениями вроде там блага или время, пространство мы не можем указать. А что вы вкладываете в понятие указания, потому что вот я, например, приблизительно могу в каком-то смысле указать на пространство, то есть указать на него вот оно пространство я не могу, но ведь мы и многие даже естественно научные вещи не можем так указать. То есть это в принципе как бы многое ухватывается только вот как какой-то концепт и указать на него можно только в том смысле, что вы понимаете, о чем я говорю, да, понимаю. И вот время, в этом смысле пространство, оно вполне себе, на мой взгляд, натуралистично, потому что указать на них, мне кажется, можно. Ну вот оно время, вот оно идет, вы понимаете о чем я? Да. Или вы такое понимание указания совсем не приемлете? Вот, в общем-то, все. Ну да, сейчас, а первый? Первый по поводу метафизики и как она соотношается с трансцентальной. Да, наверное, метафизика включается полностью в трансцентальное. Я не знаю, почему выбор такой терминологический, просто потому что так сложилось, что именно внутри трансцентализма, ну, в Кантовского, стало принято говорить и понимать, что то, что классическая, догматическая метафизика понимала под стандартными, традиционными философскими проблемами и, например, суждениями, ну, в общем-то, весь багаж, там, аксиом вот этих метафизических или доказательств определенных, что весь этот багаж есть вот этот, ну, действительно, он не где-то, там, просто сам по себе, он выполняет вот эту важнейшую функцию, он всегда уже отвечает за формирование чего-то, то есть он всегда уже инструментален, то есть трансцентализм придал всей метафизике инструментальное значение. Кант это сделал в связи с субъектом, он сказал, что там, ну, вот метафизика, она не где-то, это, там, категориальный аппарат познавательности самого субъекта, и в этом смысле, там, заинструментализировал эти вещи. Ну, как я сказала, это можно сделать и за пределами кантовской философии, на аристотелианском языке или на витричтеньянском, скажем, сказав, например, что логика, например, или язык задает определенный способ описания мира. И в этом смысле, ну, как бы они, эти метафизикали, если угодно, да, они всегда выполняют какую-то работу, они не просто есть, они выполняют определенную, очень четкую, конкретную, важную работу, они всегда что-то формируют, то есть, если угодно, по-другому они даже существовать не могут. Они всегда, ну, это тоже, кстати, кантовская мысль, почему он критиковал классический рационализм и классический эмпиризм, и называл то и другое порождением догматической метафизики, потому что вот они не понимали таких тривиальных вещей, и поэтому так без, ну, как бы непродуктивно спорили, потому что не понимали, что, там, если вот эти врожденные идеи, ну, собственно, вот эти метафизические конструкции, если они есть, то они всегда есть внутри опыта, в связи с опыта, то есть, нет вот этого вот разделения, что либо, значит, только опыт и... не, не, не...